С чего начинается стройка? В большинстве случаев с приобретением массивных конструкций, которые производят здесь, на Ивановском заводе, железобетон. Предприятие-то градообразующее, с богатой историей и традициями. Дома новых микрорайонов областного центра, торговые центры и административные здания построены из изделий местного производства. С работой завода в пятницу ознакомился губернатор Павел Каньков. Что очень в сегодняшнее время важно, они в том числе свою продукцию для наших ведущих строителей отпускают с серьезной отсрочкой платежа. Это позволяет строителям сегодня избегать лишних кредитов, позволяет им в наше непростое экономическое время продолжать стройку. Ну и я нисколько не сомневаюсь, что так или иначе они, конечно, рассчитаются по своим долгам. Поддержка своих же кормильцев – это, конечно, хорошо, но когда в строю отрасли серьезный спад, сложно заинтересовать покупателя даже выгодными предложениями. Но, несмотря на кризис, предприятию в последние годы удалось частично модернизировать производство. Капитально отремонтированы краны, внедрены современные немецкие компрессорные установки, оборудован энергоэффективный тепловой пункт. Переворужение съело порядка 100 миллионов рублей. Нужно понимать, что мы, завод железобетонных конструкций, мы как бы производные строительные отрасли, и нам нужно, чтобы правительство области поддерживало непосредственно застройщиков. То есть именно от этого зависит, как идет наша работа, то есть косвенно. На ближайшие годы с инвестициями решено притормозить. Настало время считать и экономить деньги. По крайней мере, глобальных обновлений руководство железобетона не планирует. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванович.